Девушки отдыхают Всем привет! Сегодня у нас такой немножко непривычный ракурс. Сегодня у нас, скажем так, второй выпуск бородатых встреч. Сегодня две бороды в кадре. Скажем, во-первых, чем вызвана такой ракурс и такая видеосъемка? Потому что сегодня мы получили для одного нашего общего знакомого, наверное, самый большой ножик, который я когда-либо привозил, в принципе. Сейчас мы вам про него расскажем. Ну и, в принципе, хочется немножко разнообразить канал, поэтому мы вот сделаем вот такой вот. Значит, получили мы сегодня вот такую вот классную штуку. Не зашиби, подожди. Да, да, да. Подожди, подожди. Сейчас мы покажем, что это. Ну, кто-нибудь узнал? Нет? Вы скажете, катана. Может, кто-то знает, от кого это катана? Значит, речь сегодня у нас с вами пойдет вот в такой катании от компании Cold Steel. Сегодня получили на таможне. Получал я такую большую зогнутую коробку. Мне даже никто ни разу не задал никакого вопроса. Это самая большая катана из серии Dragonfly, стрекозец. Значит, именно стрекозец. Да, стрекозец. Я не знаю, будет вам видно, нет. Вот здесь вот Цуба, по-моему, называется. Вот это вот Гарда, да? Там везде у нас стрекозки. Значит, у нас тут... Я поближе немножко попозже подойду, показать все это дело. В общем, вот такая вот метровая классная штука. Такая реально тяжелая, на самом деле, я ничего сказать не ожидал. Да, вес с коробкой был 1,9 кг. Прям реально тяжелая. Я даже не ожидал, что она будет так. 1,9 кг было вместе с коробкой. В общем, вот такая вот штука. Причем, я думаю, мы все с вами видели ролики Cold Steel, где такой штукой там и свинину перерубают, и все что угодно. Давайте я немножко поближе подойду, чтобы вам показать. Значит, будет такой интересный ракурс, такой... Вот такая вот сабля. Значит, вот здесь у нас дол поменьше, дол побольше. Значит, вот такая вот у нас рукоятка. Значит, у нас кожа ската. И вот эти вот отверстия, где пины стояли, они закрыты тоже какой-то змеиной шкуркой. Значит, с этой стороны у нас... Все не было что-то так. Все то же самое. Еще такая вот позолоченная стрекоза. Что вам еще показать? Ну, давайте покажу обух. Вот обух. А вот мой мизинец. Сейчас здесь у нас фальшь. Все сделано из хорошей железки. Все пришло острое. Не знаю, получится у нас, нет? Есть у нас листочек. Я не знаю, получится у меня одному его разрезать, нет? Потому что еще не наловчились. Ну, да, бумажки строгать. Да. Как бы тут есть легкий заусенец. Ну, вот, в общем, бумажку она режет. Просто я не знаю, как вам показать. Рука занята. Потому что сабля, на самом деле, такая достаточно тяжелая. Давай, я попробую. Андрей Геннадьевич, держи-ка саблю. Покажу ей ножны. Ножны у нас, значит, сделаны из бамбука. Все по-честному. Значит... Ну вот, смотри, смотри. Рема. Ну вот, у него на заднем плане все режет. А я вам здесь пока покажу ножны. В общем, вот такие вот ножны из бамбука. Он как раз вот для таких занятий, видимо, наш знакомый берет, да? Да. Потому что он, этот... Ножами человек не очень искушенный, но при этом такую штуку дома иметь считается. Тяжелая, слушай, правда тяжелая. Ну, она и должна быть легкой. То есть, реально видно, да, что это не поделка. Ну да. Я много всяких поделок тоже в своей жизни видел, да? Да, у нас тут Китай рядышком. Китай рядышком, плюс из мест не столь отдаленных, да, очень много. Да, да, у нас популярно. Появляется таких штучек, типа сувениров. Но это видно, что это реально прям хорошая такая рабочая штука. Да, да, я покажу. Хорошего жереза. Гарду поближе попробую показать. В стенку бы не уткнуться. Ну, в общем, как-то... Как-то вот так вот. Ну, в общем... Вот такая вот у нас сегодня интересная сабля. Я просто не знаю, что показать. У нас просто этот... Ты же забыл, да, свиную тушу? Ты был в кармане, да, ставил? Да. Мы договаривались, что свинья сабля, Андрюха должен был принести свиную тушу. Он ее не принес. Не принес. Да, мы бы сейчас эту свинину бы тут разделывали. Значит, вот тут вот у нас фальш такой красивый. Здесь вот к концу кончик усиливается. Все очень тоненько сведено в ноль. А железо, железо, что ты же... Из чего? Железо у нас здесь с вами, если я правильно помню, круп 41.16. Могу ошибаться. Ну, в общем, такая хорошая железка. Видно, что хорошо обработано. Никаких тебе косяков. Дол симметричный. Все симметрично. В общем, забавная штука. Только смотри. Ну-ка, рот открой. Ну, это так, подруковать. В общем, вот такая вот классная вещь. Да, реально хорошая железка. Да, тут такое аккуратное, ровное ребрышко. Нигде ничего не болтается, нигде ничего не люфтит. Причем, Cold Steel старается соблюдать все технологии при изготовлении. Поэтому тут, я говорю, какая-то шкурка змеиная. Закрывает вот эти вот шпеньки. Значит, все так сделано хорошо. И тут даже такой клей был, типа, как у настоящей. Такой на сопли похожий. Который легко снялся. Самое прикольное, что еще к ней, помимо того, что есть ножны, есть еще два мешочка. Да, да, да. Один праздничный. Да, один мешочек праздничный. Такой, ведь шелк из которого доставали. А второй такой рабочий. Рабочий такой. Да, такой носок. Носочек такой вот из какой-то хбшки. С белой внутрианочкой такой интересной. Кантик тут сделан беленький. Ну, а вот тут праздничный. Праздничный похож такой даже, как будто бы на шелк. Такие кисточки для занавески. Я думаю, что это шелк. Ну, я тоже думаю. Потому что он такой прям, как настоящий. Как там в рекламе теперь? И малиновый. Да, да, да. В общем, вот такая вот замечательная сабля. Единственное, что... Вот сейчас она пока доехала до Сюдова. Появились вот на месте склейки бамбука. Появились такие легкие по-коцки. Там как будто бы вот краска чуть отошла. Это надо будет нам потом подмазать аккуратно. Да, по маркерам черным. Прямо сейчас. Не отходя, кстати, от кассы. Вон там вот такие черные маркеры. Ну, мы так и сделаем. В общем, мы это сделали все за кадром. Поэтому вот сегодня у нас вот такая вот замечательная сабля от Кул Стила. Вот. И дезинственное нового формата. Да, да, да. Вот для таких, для немаленьких ребят. Да, и дезинственное нового формата. Вот. Поэтому вот такие вот у нас сегодня ништяки. Ништяков будет еще много. Но я думаю, про них будет видео отдельно. Поэтому всем спасибо. Пока.